Говоря о том, как в мире восприняли новость об освобождении Пальмиры, можно отметить, что не все хотят в нее поверить. Прошло два дня после освобождения города, но некоторые государства, предположительно заинтересованные в борьбе с терроризмом, участники международной коалиции во главе с США, до сих пор не определились, как им реагировать на это событие. Я хотел бы сказать конкретно. Прежде всего, речь идет о властях Франции и Великобритании, от которых мы не слышали никаких комментариев. На то есть причины. Во-первых, оккупация Пальмиры террористами, произошедшей менее года назад, стала свидетельством провала коалиции и отсутствия с ее стороны серьезного намерения бороться с терроризмом и в особенности с исламским государством. Более того, еще одним свидетельством несерьезности намерений коалиции стало освобождение Пальмиры при российской поддержке. Как нам это удалось? Во-первых, мы хотим полностью очистить Сирию от террористов. Это не обсуждается. Нет никаких других способов защитить Сирию, кроме борьбы с терроризмом. Конечно, политический процесс тоже, но борьба с терроризмом – это главное. У сирийского народа есть такая воля. Сирийская армия полна решимости освободить все регионы. Нас поддерживают друзья. Помощь России была важной и эффективной в достижении этих результатов. Помощь наших иранских друзей, а также Хизбаллы из Ливана, была очень важной в этих боях. Есть сирийские группы, которые сражаются вместе с армией. После освобождения Пальмиры необходимо продвигаться в прилегающие районы и дальше на восток – к городу Дейр-эз-Зор. В то же время надо начинать продвижение в направлении города Рака, который в настоящее время является главным оплотом террористов исламского государства.